Все-таки как быстро меняются приоритеты в этом мире? Вот когда-то дети мечтали быть космонавтами, а сегодня все хотят быть программистами. И практически никогда не встретишь ребенка, который скажет, что он хочет быть ученым. Хотя у меня был такой один. А все потому, что посвятить себя науке – это решение вполне себе зрелого человека. О чем, точнее, о том, зачем молодые люди идут в науку и в каких сферах отечественная наука сегодня развивается особенно быстро, нам расскажет Станислав Юрецкий, заместитель председателя Совета молодых ученых Национальной Академии наук Беларуси. Доброе утро, Станислав. Доброе утро. Станислав, поясните, что такое Совет молодых ученых и вообще для чего данная структура была в свое время создана? Это общественный орган, в который входят все молодые ученые. То есть на добровольной основе у нас нет ни членских билетов, ни взносов. Вот это такой общественный орган коллегиальный, можно сказать. Он создан для поддержки молодых ученых, для поддержки их научных разработок, чтобы они быстрее защищали диссертацию, быстрее публиковались и так далее. Ну и для простоты как бы связи с руководством нашей Академии. Ну, соответственно, зарплату вы за это тоже не получаете? Нет, это общественная работа, конечно. Мы все работаем в своих институтах, это как дополнительная общественная нагрузка, как раньше. Ну вот я где-то раскопал статистику, что все-таки каждый четвертый исследователь не старше 30 лет. Это правдивая информация или нет? Наша наука молодеет? Да. Ну, у нас от молодых ученых ходят люди до 35 лет. Все-таки молодежь научная, она, ну, люди постарше приходят, поэтому у нас статистика до 35 лет. И на сегодняшний день можно сказать, что практически, ну, около 30% исследователей в Национальной Академии НУК Беларуси – это люди до 35 лет. Вы историк-археолог. Может быть, есть какие-то конкретные примеры, с которыми вы можете с нами поделиться, с нашими зрителями? Какие-то открытия? Ну, смотрите, у нас в Академии НУК есть такой интересный проект ТОП-10 научных разработок, он каждый год составляется. Вот если вы посмотрите это в открытом доступе, за последние, ну, года 4, наверное, вот стабильно археологи наши попадали в эти ТОП-10, и всегда, ну, практически в каждом научном коллективе есть молодые ученые. Понятно, что, конечно, в фарватере науки у нас это маститы ученые, люди там, доктора, профессора, академики, но всегда привлекаются молодые ученые. Ну, и среди таких последних, конечно, вот в прошлом году это вот когда човен в реке Неман нашли, и вот эта консервация, и можно сказать, что уже вот осенью, эту осень его передали на хранение в музей, но его сохранили с помощью и химиков наших академических. И для Беларуси для нас это был уникальный вот такой прецедент, потому что у нас опыта не было большого, именно в таких, ну, спасении таких деревянных артефактов. Теперь он у нас есть. Мне это интересно, да, я действительно вот заинтересовался, ну, день-два я поинтересуюсь этим. А как заинтересовать человека, чтобы он пошел в науку по-настоящему? Я имею в виду, конечно, молодое поколение. Школа молодого ученого, да, мы знаем, и есть. Да, у нас, ну, у нас каждый год есть ряд таких проектов, они видоизменяются. В прошлые годы это была школа молодого ученого, ученый под ключ, но она была направлена на людей, которые уже пришли в науку. То есть это студенты, магистранты, то есть люди, которые уже, ну, какой-то задел имеют. А сейчас перед нами стоит задача привлечения школьников, потому что зачастую уже люди в районе 20 лет, они уже определяются в своей профессии. Ну, иногда, конечно, что греха таить, этот выбор бывает не в пользу научных исследований, а вот чтобы поддержать тот огонек, который вот у школьника загорается в 7, 8, 9 классе. Там физики, химии, истории, например. Вот мы разрабатываем серые мероприятия для поддержки вот именно школьников. И у нас вот в конце декабря будет Рождественская неделя науки и инноваций совместно с Минским государственным дворцом детей и молодежи. Рождественская неделя. И они посетят нашу Академию НУК Белоруссии, ряд институтов. Вот мы проведем за них лекции, научно-популярные экскурсии. Ну, с целью заинтересовать, познакомиться с ними. А вы знаете, вот я, со своей стороны, рекомендую еще всем школьникам, ну, наверное, это средняя школа, чуть уже старшая, прочесть книгу Венимина Каверина «Открытая книга», да, где там описывается работа ученых, которые изобрели пенициллин. Я помню в свое время, когда я прочла эту книгу, я безумно хотела заниматься исследовательской деятельностью, потому что занимается... Пойти медицину. Да, потому что это настолько вкусно. Вот эти вещи, они тоже вдохновляют, и работу ученого ставят на очень-очень высокий уровень. Спасибо вам большое за беседу. И мы напоминаем, что у нас в гостях был Станислав Юрецкий, заместитель и председатель Совета молодых ученых Национальной Академии наук Беларуси.